Про Павла Жикина коллеги по ансамблю говорят. Наш Петр Дранго только еще лучше. Музыкант признается, с аккордеоном неразлучен уже много лет. Этот инструмент полюбился ему за то, что с его помощью можно многое сказать без слов. Мы аккомпанируем и иногда и создаем образ, атмосферу такую, да, все-таки. Русские народные инструменты, они по-особому звучат, других таких нет. В этом году выбрать песню для участников традиционного конкурса хоров было непросто. Тема пятого ежегодного песенного состязания – экология. И уж очень много русских народных песен воспевают красоту и богатство нашей природы. Ее элементы нашли отражение даже в дизайне наград победителям. Вот, например, так выглядит кубок за первое место. На нем изображено некое зеленое растение, что еще раз отражает экологическую тематику конкурса. В конкурсе хоров участвуют любительские коллективы. В этом году 25 хоров из Перми и соседних территорий. Всего более 300 человек. Естественно, жюри понимает, что это любители, но любители должны чисто петь, правильно выговаривать слова. И очень всегда приятную и высокую оценку вызывает эмоциональность. В год экологии в Перми проходят десятки мероприятий, посвященных защите окружающей среды. Городские власти ставят перед собой задачу – вовлечь в них как можно больше жителей города. Цена каждого мероприятия возрастает, его эффект. В год экологии длительность мероприятия, соответственно, его уровень, количество тех событий, которые произойдут, увеличились фактически в два раза. Впереди научные конференции для школьников, экологические концерты и многое другое. А закончится год тоже на экологической ноте – акцией «Эко-елка». Андрей Голдарев, Андрей Берников, телекомпания «Ветта». «Эко-елка»